Будьте любезны, назовите себя полностью, фамилия, имя, занимаемая должность. Олова корабельной администрации Туканова Александр Николаевич. Значит, а может, Туканова центра у каждой шапки снега? Да, кстати, как сегодня? Нормально? Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, насколько для района большая проблема, что отключили вчера водолей, и, собственно, что делала районная власть для того, чтобы этого не произошло? Ну, значит, этот диалог начался еще летом, когда был предыдущий руководитель. Мы писали хадатайственные письма, организовали встречу на уровне области. Когда была подписана реструктуризация долгов, подключился русал, который пообещал выделить определенную сумму денег. По моей информации, это полмиллиона гривен, но эта сумма будет выделена с января месяца 2015 года, потому что у них тоже есть программы, на которые они не могут ниоткуда деньги взять. Значит, те мероприятия, организации спортивные, которые были, также были проведены на уровне областного комитета спорта соревнования, ну, организованы здесь. Но, как видим, ситуация такая, что объект большой, социальный, здесь много спортсменов. Мой сын тоже здесь ходил на прыжки в воду. Объект очень серьезный и для района, и для города в целом, и для области. То, что сложилось вокруг него, позиция по поводу неуплаты, конечно, обл.энерго тоже можно понять, почему. Потому что в этой ситуации, когда сейчас отключают в целом потребителей города Николаева, конкретно корабельного района, по два-три раза, мы на выходных собирались, мы подписали график первых отключений, я надеюсь, все-таки он начнет скоро работать по корабельным районам, в частности, по городу Николаеву. То здесь ситуацию надо как бы выделить из общей, это мое личное мнение, выделить из общего фона. Обл.энерго можно понять, что им нужны деньги, сейчас они несут убытки с этими отключениями. И также, я считаю, этот объект необходимо сохранить, потому что власть поворачивается лицом. Обл.энерго надо как-то съесть и нарисовать график реструктуризации этих долгов. Почему? Потому что, слава богу, что сейчас нет морозов. Если будут морозы, то мы этот объект можем поделять на многие годы. Так а почему не получилось договориться? То есть кто-то не захотел идти на компромисс, по вашему мнению? Вы знаете, обл.энерго мне не подчиняется, я думаю, там конкретно руководитель, вы знаете, этот объект сейчас не, нынешний менеджер, он исполняющий обязанности, езжусь на дни вышестоящие люди, которые, насколько я знаю, все дороги уходят в Москву, руководители конкретно имеют все акции, все остальное, они находятся в Москве. На этом уровне можно было созвониться и договориться о какой-то реструктуризации. Почему? Ведь зимой, да, проблема, не хватает денег на электронерго. Кто не захотел договариваться? Я вот в чем раз говорю. Я не знаю, что говорит руководитель, он обращался к своим непосредственным собственникам. Есть же собственники, которые должны повернуться, и летом он фактически самоокупаемый, и деньги остаются. Есть комплекс не только водолей входит, но еще и ДК, и входит также гостиница. Они тоже приносят какую-то прибыль. Эта прибыль должна распределяться. Насколько я знаю, в этой структуре они все отдельно получаются. Вот выявили сразу этот социальный объект, который может принести в эту ситуацию раздрай, выморить, как оно есть, вызвать и без того тяжелую ситуацию социальную. Почему? Потому что много деток, много чемпионов и мира, и Европы здесь тренировались. Объект уникальный. В него вложило в свое время еще НГЗ, когда было конкретно Николаевским предприятием, украинским. Большие суммы денег. Сделали объект и по качеству, и по уровню. Он в Украине, я считаю, таких единиц. А здесь сейчас есть собственники, которые выкупили совместно с заводом НГЗ. Потом разделили сферу социальную, разделили производство. Но было изначально понятно, что он сам себя не окупит. То, что сюда приводились деньги из области и поддержки, конечно, ясно, что их не хватает. В районной власти сейчас у нас это не подчиняется, этот объект нам не подчиняется. И те усилия, которые мы можем делать, это предприятия, вот, есть спецспорт Октябрьский, Николаевский тепловозоремонтный завод, они покупают абонементы. Этих абонементов, конечно, суммы небольшие. Это там придет где-то 100 тысяч. Они для своих сотрудников покупают? Они для своих сотрудников покупают эти абонементы, это идет на поддержание. Понятно, что этой суммы не будет.